МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Нью-ТВ вечерний выпуск новостей. С вами Руслан Харизов и главные темы уходящего дня. С праздником кыргызстанцы, как раньше отмечали и отмечают сегодня, День труда в Бишкеке, смотрите в нашем выпуске. За Кубок Федерации Футбола боролись 16 команд в столице, прошли футбольные игры среди различных компаний. Также я должен повторить, что за счет того, что мы постоянно играем вместе и участвуем на таких мероприятиях, мы уже понимаем друг друга. Это не просто удача, это реальность и справедливость. Токмэхэм проигрывает Аяксу 1-0. В Карасуйском районе Ожской области проходит турнир по волейболу, организованный фондом Исмаил Матраимов. Среди гостей спортивного мероприятия присутствуют Аким района, Тилек Матраимов, его родные братья, депутат Искендер Матраимов и экс-зампредседателя ГТС Раим Матраимов. Они являются основателями фонда. Также на трибунах находятся члены правительства и депутаты парламента. На фотографиях можно заметить первого вице-премьер-министра Кубатбека Буронова, спикера парламента Достана Джумабекова, депутата Алмамбета Шикмоватова, Джана Аракаева и т.д. Пользователи соцсетей пишут свое мнение по этому поводу. И к другим темам. Президент Соранба Джейнбеков поздравил кыргызстанцев с 1 мая праздником труда. Он сказал, что труд объединяет людей разных поколений и взглядов. Бесценен пример старших поколений, ветеранов труда, пенсионеров, отдавших свои лучшие годы для благополучия нашей страны. Нынешнее поколение свой созидательный труд, всю свою энергию и силу творчества направляет на счастливое и благополучное будущее наших детей. Главное объединить усилия и вместе работать для развития страны. Джейнбеков пожелал всем мира, здоровья, успехов в созидательном труде. В связи с празднованием праздника весны и труда, Китай с 1 по 5 мая закрывает пункты пропуска на границе с Кыргызстаном. Об этом сообщает Воспограничная служба. Пропуск лиц, транспортных средств и грузов возобновится 6 мая. На границе Кыргызстана и Китая действуют два пункта пропуска. Это Иркиштам автодорожный и Торугард автодорожный. Мир, труд, май. День труда отметили в Бишкеке. Правда, каждый по-своему. Так, например, члены партии коммунистов страны маршем вышли на главную площадь столицы, возложили цветы памятнику Ленина. Молодежь устроила бег вместе с мэрией. Отдельные даже и не в курсе этой даты. И просто были рады дополнительному выходному. Наши журналисты вспомнили историю праздника и поговорили с коммунистами о 1 мае. 1 мая – день международной солидарности трудящихся. Его отмечают официально в 86 странах мира. Но не все они празднуют в этот день. Например, в США и Японии тружеников почитают осенью. Этот день официально объявлен выходным. На главной площади столицы проходили военные парады, мирные шествия. Профсоюзов тогда отличившимся первые лица государства вручали награды, грамоты. Теперь же этого не увидишь. Праздник утратил свой политический характер. Для большинства граждан 1 мая всего лишь повод для развлечений или же повод поспать в дополнительный выходной. Народная артистка СССР Кыргызской республики Хайр Гульсартбаева вспомнила, что в советское время семьи готовились к празднованию еще с середины апреля. Все люди были в обновках, женщины одевали легкие платья, туфли, мужчины, костюмы, одежда детей и их белые носочки были поглажены заранее для выхода на марш. Мы заранее готовились к 1 мая. Недели мы не спали, выглаживали одежду всей семьи, старались выйти на площадь в обновках, детей приучали к порядку. Шарики, плакаты, флажки. В общем, все для настроения и праздника народа. Марш по всей республике проходил, пели, танцевали. Власти собирали народ на главной площади и вручали почетные грамоты всем трудящимся. Настолько светлый праздник, но он остался лишь в памяти и горько, что сейчас мы не в таком масштабе отмечаем его. Она добавила, что в этот день чувствовалось единство народа, их дружба. Дружеников почитали и уважали, а сейчас каждый будто сам по себе. Было государство, была власть, мы чувствовали ее поддержку. Он давно уже не отмечается у нас на должном уровне, но мы люди Союза, привыкли к нему. И в этот день чтим традиции и продолжаем посещать памятник Ленина и цветы возлагаем. Теплый майский день, кто в поход жарит шашлыки, кто открывает огородный сезон, в общем, тех, кто понимает суть праздника и историю, оказалось мало. Даже сами власти не придают дате особого значения. Последнее мероприятие на площади проходило в день города, а сегодня она пустует. День как день, ничего обычного. По ней прошлись лишь маршем члены партии коммунистов Кыргызстана. Свыше 300 граждан, среди которых народный писатель Калкамбай Ашумбаев, которому горько за то, что день труда, утратил свою значимость. Он рассказал, что раньше участники демонстрации требовали от властей улучшить условия труда. Профсоюзы, министерства, разные госведомства вместе с простым народом, с нами, тружениками отмечали вместе данный праздник, выявляли отличившихся работников труда, поздравляли их, чтили. Настолько масштабный был этот день, что весь народ от малого до велика придавал огромное значение, его отмечал весь мир. Говорит, что не было праздника ошибочно, мэрия все же постаралась украсить 1 мая, правда, немного в спортивном порядке. Около тысячи человек самых разных возрастов участвовали в легкоатлетическом пробеге МИР-2019. Пробег проводился для пропаганды здорового образа жизни, привлечения населения к спорту, сказали в муниципалитете. Молодежь в этот день уж точно не скучала. Многие уже с утра запаслись продуктами и выехали за город, чтобы просто отдохнуть от городской суеты. Герои социалистического труда, какими они были, их помнят все и без отруднений могут гордо назвать имена. Но кого граждане считают героями труда сегодняшнего времени и есть ли они? Честно, без понятия. Точно не я. Нигде никто не делится передовым опытом, как будем говорить в то время. Герои социалистического труда делились опытом, открывали школы молодого мастера и прочего. А сейчас нет таких. Ахматов, мы на Ахматов чабановыз. Белгилю чабан, ал екесе, екки жолу болгон. Емгектің батыр деген, социалистик емгектің батыр деп, екки жолу батыр болгон. Андай емгек батыр дегенде, білбейдекем, бірок емнесин дегенде, мурда мамлекет ошол емгек кылғандарды жоғары бағалай телеп. Аз эмгек емгең gastній сұп Verkog самсалу батыр ідеśnie. В Біжкیکі прошел автоапарад отечественних производителей страны. Около 30-40 автомобілей разных предприятий дружной колонны проехались по улицам города. Колонны были украшены флагами, макетами продукции, выпускаемые предприятиями, баннерами. Движение началось в 11 утра на улице Шапокова между проспектом Чуй и улицей Фрунзе. Маршрут проложен по центральным магистралям, а именно Абдрахманово, Южной магистрали, Ахунбаево, Жукеево-Пудовкино, Курманджан-Датки и проспекту Чуй. После окончания парада на конечной остановке горожане смогли напрямую пообщаться с производителями, задать интересующие вопросы, продегустировать продукты местного производства. Четвертый раз мы проводим парад. Впервые мы организовали в 2016 году. Хочу поздравить всех с праздником. 1 мая для нас особая дата. Производством предпринимателей Кучкорского района на Рынской области все больше интересуются не только в Кыргызстане, но и за рубежом. Однако производители пока что не могут соответствовать их объемам запросов. Поэтому бизнесмены планируют для расширения и увеличения производимости получить кредит у Российско-Кыргызского фонда развития. По словам предпринимателей Кучкорского района, в то же время взять кредит у фонда довольно сложно. О причинах узнавала Аида Матбекова. Хозяйство рыбы «Форель Кучкорка» было открыто еще три года назад. В первую очередь, хозяин этого предприятия начал с того, что взял землю в селе Чекильдек для своего производства. Это место было выбрано не просто так. Здесь есть все природные условия для того, чтобы разводить экологически чистых рыб. Они распределены по специальным бассейнам в зависимости от размера. Сейчас рыб разводят в восьми бассейнах. В год производители отправляют на экспорт порядка 80 тысяч. В большей степени товар уходит в Российскую Федерацию, которая готова только у этой фирмы приобретать рыбу в больших объемах, а точнее около 300 тысяч тонн. Однако из-за нехватки финансов хозяйство не может расшириться и покрыть спрос. В планах открыть инкубаторский цех. Два года мы работали в самой Кочкорке в центре. Брали бассейн в аренду, затем продали там всех рыб и решили открыть свое дело. Для удовлетворения спроса необходимо дополнительно установить еще 12 бассейнов. Кстати, сейчас уже начались эти работы. Однако для того, чтобы полностью завершить процесс по расширению хозяйства, необходимо взять кредит у Российско-Каргызского фонда развития на сумму 1 миллиона долларов. Этих бассейнов, которые мы построили своими руками, становится мало. Сейчас мы вырыли 12 котлован, которые находятся за моей спиной. Это уже готовые котлованы, однако денег на их запуск у нас не хватает, к сожалению. В связи с этим есть риск, что хозяйство не реализует свои цели, так как оно не сможет предоставить необходимую сумму для залога под кредит. Кстати, в прошлом году из этого же района суду у фонда развития хотели взять еще семь предпринимателей, однако только трое из них смогли ее получить. Залог под наши производственные объекты, к сожалению, не оцениваются так высоко и дорого, как в Чуйской области и Бишкеке. А условия-то фонда одинаковые для предпринимателей вне зависимости от региона и местоположения объекта. Поэтому, по мнению предпринимателей, необходимо упростить систему получения кредита у РКФР, а также уменьшить сумму залога, ибо большинство малых предприятий так и не смогут увеличить объемы производства, и, соответственно, миллионы от прибыли в случае больших поставок товара из Кыргызстана утекут в руки предпринимателей совсем других стран-конкурентов. Мастер-классы по национальным ценностям, выставка культуры народов Кыргызстана и много всего интересного сегодня прошло в рамках этно-фестиваля «Мураз-фест». Приняли в нем участие от мала до велика. Подробнее о ходе мероприятия расскажет моя коллега Перезат Бакытова. В семье Серкибаевых все пять сыновей играют на национальных инструментах. Талант передался от родителей, которые основали ансамбль «Кот». Они всей семьей участвуют на различных фестивалях. И Мураз-фест не стал исключением. Приехали они в Бишкек в красивых и нарядных костюмах из Иссык-Кульской области. Любовь к музыке у Серкибаевых передается по наследству, рассказывает глава семейства. Мои дети не любят участвовать в непрофессиональных фестивалях, но это особый случай. Нам понравилась сама идея мероприятия, и мы все решили поучаствовать. Основная цель фестиваля – это укрепление взаимоотношений в семье, необходимые советы подрастающему поколению и наглядные примеры, как нужно любить свою культуру. Зрителям показали театральную постановку, а также как правильно подавать мясо гостям. Кроме того, мастер-класс по прикладному искусству. Фестиваль был интересен для представителей разных поколений. Некоторые не скрывали, что много нового узнали о культуре своего народа. И практически все сходились во мнении, что такого рода мероприятия нужны для воспитания молодежи. Я все посмотрел, кто-то рисует, занимается рукоделием, но сейчас все делается по новой методике, чем раньше. Применяются современные технологии. Семья – неоценимое богатство человека. Под таким лозунгом проходил фестиваль на протяжении всего дня. Как сообщают организаторы, задумка сплотить семью и сделать ее крепче удалась. Мы хотели, чтобы хотя бы на один день семьи собрались, посетили этот фестиваль и узнали много нового и полезного. Это первый год. Мы планируем в следующий раз организовать это мероприятие помасштабнее. В рамках мероприятия были награждены семьи, которые отличились не только своими талантами, но и нарядными костюмами. Сегодня за Кубок 2019 ФФКР боролись 16 команд. Футболисты представляли различные компании, которые являются спонсорами Федерации футбола. Цель мероприятия – подарить хорошее настроение в честь сегодняшнего праздника и не только. Подробности в следующем материале. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В мероприятии мы развиваем именно коллективный дух, за счет этого увеличивается эффективность работы. Будем стараться сегодня хотя бы выйти из группы. Но в целом команда... Также я должен повторить, что за счет того, что мы постоянно играем вместе, участвуем на таких мероприятиях, мы уже понимаем друг друга. У нас есть командная игра. Поэтому сегодня постараемся выиграть этот чемпионат. В данном турнире приняли участие 16 команд, игроками которого стали сотрудники различных компаний, всячески оказывающие поддержку и помощь Федерации. Были приглашены и звезды отечественного шоу-бизнеса. Мы, получается, компания «Одинамистудия», создаем такие проекты, как «Черосит» и «Телемиды», и являемся партнерами Федерации футбола Крымской Республики. И поэтому нас позвали на этот турнир, на этот чемпионат, где мы с удовольствием принимаем участие. Очень нравится атмосфера дружеская. Многих игроков мы знаем, потому что они тоже являются нашими партнерами, партнерами нашей студии. По словам организаторов, цель данного мероприятия – привлечь офисных работников к здоровому образу жизни, а также подарить хороший и активный отдых любителям футбола в честь сегодняшнего праздника. Турнир посвящен для наших партнеров, для наших друзей, партнеров. Самая главная цель этого турнира – чтобы их объединить, собрать на этом площадке, чтобы дать возможность им, чтобы сегодня праздник, и чтобы они праздник провели на хорошем уровне. Играет 16 команд, среди них есть компании, строительные компании, как «Ихлас», «Банки», как, например, «Байчу», «Акаба-Дыргастан», «Халыхбанк». Помимо этого, «Черосит» 2 команды играет, госагентство, молодежь в спорте играет. У нас вот артисты, например. В итоге строительная компания «Ихлас» завоевала первое место. На второй же строчке расположилась команда «ЮНР». Призеры были награждены наградами и подарками. И на этом у нас сегодня все. Наши журналисты продолжают следить за развитием событий в стране и за ее пределами. С вами был Руслан Харизов. Увидимся завтра. Руслан Харизов. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok